Юрий Мамлеев, борец за счастье. В Москве среди ровненько тупых домов-коробочек, в трехсемейной квартире жил, затерялся холостяк. Молодой человек, лет 28, Сережа Иков. Работал он сонно и хмуро в каком-то административном учреждении, бюрократом. То есть подписывал уже подписанные бумаги. И было это существо лохматое, с первого взгляда даже загадочное, вопросительное. Был он страшный теловид, но ничего не делал. Очень самолюбив, но безответно. Самое большое, к чему всю жизнь тренировался Иков, что составлял единственный лелеемый предмет его мечтаний, называлось счастьем. За счастье Сережа все был готов отдать. Его странная от мира сего напористость в этом отношении даже отпугивала от него людей. Соседка-старушка, одна из немногих, с кем Сережа делился своими тайнами, в душе считала его слегка ненормальным. На кой хрен тебе счастье опасливо говорила она ему, кутаясь в платок. Смотри, Сергунь, как бы беды не было. Счастье это очень много, говорил Иков, но это также то, что делает меня великим. Но оно как-то плохо ему давалось. Хотел жениться, женился, но через год развелся. Хотел стать ученым, но стал бюрократом. Хотел совершить подвиг. Совершенно оказалось, что в этом не было счастья. Наконец он на все махнул рукой и стал, как бы проходить сквозь события. Вроде деловой, а ничего не делает, пугалась соседка-старушка. Делает, а все себе на уме. Но прежних своих стремлений, к счастью, Иков не оставлял. Однако из-за вечности неудачи они приобрели некий потусторонний характер. Однажды он повесил в своей комнате огромную репродукцию Шишкина. «Светится она на меня», – подумал он. «Вроде я теперь и велик, и счастлив». Неизвестно, как бы дальше продолжилось его развитие, если бы года три назад не произошел в его жизни переворот. Случайно он открыл ключи к счастью. Произошло это в зимний январский день. Иков сдавал экзамены в заочном педагогическом институте на литературном отделении. Сережа готовился долго, истерически прикрывая голову подушками, завывая. Сдал он на отлично. Оттяжелевший отважности доцент пожал ему руку. Выбежал Иков на улицу. Упоенный, звенченный, счастливый. Размахивал руками. И тут пришла ему в голову молниеносная радостная мысль. «А что, если всю жизнь так, всю жизнь сдавать одни и те же экзамены и радоваться?» Побледнев, чувствуя, что в нем происходит что-то большое, огромное, Иков для сосредоточенности решил зайти в безлюдную пивную. Там, за кружкой пива, лихорадочно пережевывая хлебные палочки, внутренне теряясь, он стал отдумывать детальные планы будущей жизни. Временами он подозрительно оглядывал случайных людей, как бы опасаясь, что они сопрут ключи счастья. Иков решил воспользоваться тем, что его дядя величина в научных кругах. «Я поступлю так», – броско подумал он, «заковазав еще одну кружку пива. В зимнюю сессию, особенно в летнюю, буду оставлять много хвостов и в конце приносить справку о болезни. Институт заочно меня оставит на второй год. Я пять по положению, буду обязан сдавать почти те же экзамены и так далее. На каждом курсе лет по пять, чтобы растянуть. А там видно будет». С этого дня Иков зажил новой сказочной жизнью. Картины Шишкина он убрал, теперь его жизнь разбилась на две половины. В первой половине до сессии он был тех, как мышка, осмотрителен, так как жизнь теперь имела глубокий смысл. Боялся попасть под трамвай. Время он проводил на работе, аккуратно, исполнительно, затаенно. Только дома иногда пугал соседку-старушку своим преувеличенным мнением о значении счастья в жизни людей. Зато во второй половине во время сессии Иков расцветал. Сейчас уже четвертый год. Иков учится то на первом курсе, не то на втором, неизменно сдавая одни и те же предметы. В деканате махнули на него рукой, но считаются с его дядей. Каждый раз после сдачи экзаменов его сердце замирает от восторга. Тогда в синенькую с гербом книжицу властная рука учителя ставит неизменную оценку. Отлично! Ему кажется, что вся профессура смотрит на него. Ишь, какой он отчитанный! Шепчет про него студенты. Не сводит завистливый глаз. Несколько раз Икову после сдачи слышалось пение. Во дворе все знают, когда он возвращается с экзамена. Веселый, бойкий, поплевывая по сторонам, он входит в ворота. Иногда даже игриво даст щелчка пробегающему малышу. Далеко пойдет. Боевой шепчутся о нем старушки.